всем привет дорогие друзья это павел георгиев видеоблог и онлайн тур агентства георгиев travel в этом видео мы поговорим о наконец-то открывшись прямых рейсах на хайнань у нас с вами полетел аэрофлот и это большое событие совсем недавно было большое событие отправился на хайнань снял для вас очень много интересных полезных выпусках мы вспомнили как там все было как все устроено под этим видео вы найдете новые свежие выпуски как я гуляю и рассказываю вам о об отелях о инфраструктуре хайнань а по ялум бэй по дадунхаю по санья бэй по хайтен бэй и так далее но у нас друзья с вами цель совершенно другая сегодня мы хотим поговорить о рейсах аэрофлота вообще о прямых рейсах я получил очень много запросов как только аэрофлот объявил об этих рейсах и давайте все эти вопросы мы с вами видео разберем итак друзья самый первый вопрос который задают туристы вот открыли рейсы как нам покупать билеты турпакетом или отдельно во-первых друзья конечно же удобнее практичнее проще купить турпакетом готовым на сегодняшний момент самый первый туроператор библиоглобус выставил готовый турпакет это означает вас будет перелет отель трансфер медицинская страховка ну и программа соответственно по питанию которые выбрали а также у вас будут закреплены русскоязычный гид который будет естественно вам предлагать какие-то экскурсионные программы и когда вы поете какую-то экскурсионку у вас будет русскоязычный гид вот этот турпакет и его глобальные плюсы знаю прекрасно что многие накупили быстро пока были хорошие цены прямые рейсы аэрофлота просто и дальше думаешь что же с ними делать а вот что с ними делать друзья нужно во первых если вы купили прямой рейс аэрофлота вы сразу понимаете что как бы въезд без проблем можно заехать без визы все верно друзья без визы можно никаких проблем с этим нет но есть один нюанс когда вы прилетите на остров у вас должно быть проживание потому что когда вы прилетите и вас третят пограничник он конечно же первый вопрос задаст где вы будете жить адрес отель местоположение если этого не будет будет как бы проблематично проблематично будет том что все пограничные соответственно другие там контролирующие органы они вас регистрируют и соответственно заводит в базу и миграционки ну и все как обычно да чтобы было понятно куда прилетел тристи в более вы без визы вот соответственно есть понимание такой групповой список групповой список означает что когда вы покупаете тур пакеты вот вы прилетели с эрофлотом turbo пакете у вас получается все включено и групповой список то есть у вас прилетает группа оператор за вас уже передает все подает все данные отправляет и когда вы прилетаете вы прикладываете там паспорт показываете на пограничном контроля и они уже видят где вы живете когда вы прилетели когда вы улетаете и с каким туроператором вы находите все шлеп и вы пошли если вы прилетите самостоятельно то процедуру вам нужно будет пройти самостоятельно да они вас естественно не депортируют но какое-то время нужно будет подождать объясниться и так далее то есть на это конечно уйдет какое-то время и самое главное могут уйти ваши нервы а как бы экономии глобально мы с вами особо не получим поэтому турпакет конечно это всегда интереснее проще для вас более скажем удобнее скажем так но здесь настаивать не буду можно и так и так теперь главного вопроса по проживанию где бронировать друзья проживание если вы уже купили билеты вы конечно же можете обратиться ко мне я являюсь полноценным турагентством с договором чеком все как положено нахожусь живую работаю в москве а то многие думают что я раз снимаю видео по хайлане живу там самое забавное что каши шилангу все думают а там когда снимаю турцию все думают что я в турции не друзья я уезжаю снимаю для вас полезные интересные выпуски возвращаюсь работу договор чек еще раз напомню цифровая подпись у меня все как положено личный кабинет открываем оплату с любой карты чек на почту или пустим быстрых платежей для вас все без процента а без процентов если вы копите там мили бонусы все остальное все это у вас есть проговорили этот момент чтобы было максимально понятно и возвращаемся теперь по отелям как их можно забронировать одни скажет мы сейчас забронируем на букинги и все вообще не проблема но когда я разговаривал своими туристами оказалось что проблема у многих букинг есть и к ним привязаны старые российские карты и да вы можете забронировать любой отель который там есть и даже в принципе без какой-то оплаты если это бесплатная отмена и бесплатное бронирование но друзья но лично проверено мной в этой поездке специально этот момент проверяя все вы знаете что для вас проверяет во первых когда вы заброните на букинги со своей российской карты у вас нет иностранной за сутки букинг захочет захалдировать какую-то часть суммы для того чтобы подтвердить вашу серьезность намеренность что вы действительно поедете вы за сутки отказываться не собираетесь в этот момент он попросит вас обновить данные кредитной карты потому что то оказалось недействительной и в этот момент ваше бронирование под угрозой она слетит пока вы будете лететь потому что у вас непроверенная карта и соответственно бронирование аннулировать когда прилетит прилетите на границу вам покажут где какое бронирование вы покажете они могут проверить проверяет его нет получается фиктивное бронирование такие вопросы будут сразу означает надо взять на контроль почему так турист прилетел самостоятельно и еще у него непонятно где место это я вас не пугая надо просто понимать как бы они там не особо-то церемониться у них как бы в этом плане все достаточно жестко что касается миграционной политики всего в этом духе тем более вы без визы было бы виза проблем бы не было так что вот так друзья этот момент сразу подсвечиваю чтобы вы обратили на это внимание поэтому альтернатива какая опять же скажу у нас есть контракты со всеми туроператорами у многих туроператоров есть уже большая большой достаточно ассортимент отелей где мы можем бронировать которых отелей не будет у нас есть другая система бронирования где у нас найдем альтернативные варианты но в основном это касается там хоть мб бухты и так далее а все цены можно посмотреть на отеле ниже по ссылочке все как обычно сайт georgiev.travel там вы найдете все отели можете поставить их без перелета под ваши даты и если какие-то сомнения возникают вы конечно можете позвонить написать мне напрямую ватсап отвечу я или мои помощники все четко проконсультируем расскажем какой лучше выбрать отель какой лучше не выбирать и так далее ну кстати об этом я очень много других видео говорил у нас как бы задача разобраться с этим прямым рейсом поэтому вопрос перелета это не проблема теперь виза не нужна никакая по что опять же появился вопрос что если я прилетаю только прямым рейсом и у меня нету тур пакета я не обращался в турфирму то у меня обязательно должна виза и в аэрофлот кто-то звонил им сказали нет вам нужна визу но это друзья они просто этого не знаю на самом деле прямой международный уже не раз говорил беспосадочный рейс обеспечивают гражданам россии безвизовый въезд на хайнань для того чтобы там находиться вам необходимо средства прямой рейс спокойно прилетаете и конечно же забронированное жилье жилье должно быть забронировано и на это есть документ плюс друзья не забываем что должна быть медицинская страховка потому что эта медицинская страховка необходимо как минимум до для вашего спокойствия да а также ответственно могут тоже проверить не забывайте как бы делать медицинские страховки если вы самостоятельно даже все решили все организовать не забудьте перелет отель медицинскую страховку быть подготовленным на границе не общаются естественно на русском языке на английском обращаются только на китайском языке конечно еще стало проще у них стоят такие переводчики они нажимают говорят что-то непонятно там на русском высвечивается перевод ну или на русском говорит это уже как бы 21 век у них это все есть принципе не проблема но знаю что многие нервничают переживают за этот весь вопрос поэтому чтобы вы не нервничали давайте подведем большую черту жирную если план лететь на прямом рейсе лучше купить так готовый турпакет в этом мы вам поможем если вы хотите самостоятельно купить билеты пожалуйста у нас можно забронировать отдельно отеле тоже будет максимально комфортно ну и для тех кто говорит я все сам все сам окей пожалуйста не проблема может идти самостоятельно все покупать но понимаете что вы сами будете за себя отвечать вы будете сами всем разбираться и поддержки вас никакой не будет в свою очередь всем своим туристами гарантирую и предоставляю поддержку стране то есть по всем вопросам возникающая возникает друзья с китаем их очень много начиная от vpn и все остального я конечно все рассказываю делюсь но часто бывает что перед поездкой люди все забывают и конечно заново переспросить узнать и вам придется где-то все перелопачивать тонны тонны интернета и вот сегодня у меня туристка писала я как все перерыло и я дал совет и говорит блин что так бывает что так работает я столько времени потратил а вот просто было так и груда поэтому нюансы есть китайское направление скажу честно не самое простое поэтому очень много агентов да да даже скажу больше операторов они не очень его знают и у меня было и сейчас и раньше многие операторы но их сотрудники со мной до консультируются на тему этого направления так что как говорится себе медаль не вешу но опыт достаточно большое получил еще до пандемии сейчас ездил опять обновился информацию я вам точно скажу что по хайнаню на все ваши вопросы я могу ответить легко начиная от отелей заканчивая питанием где куда сходить как провести какой-то праздник события день рождения и так далее его друзья хотел еще почему один момент по поводу экскурсионные всей истории потому что наверняка вы захотите куда-то поехать на экскурсии экскурсии если вы купили не тур соответственно вас гида нет когда вы приедете самостоятельно вам придется ехать скорее всего самостоятельно на экскурсию это все на китайском языке и сопровождение русскоязычного вас не будет тоже надо понимать и кто я знаю просто знаете в чем смысл многие люди покупают билеты их купил и все даже очень многие купили билеты когда хай на не запустился с пересадкой игорь все это значит я без визы я же китай лечу а нет оказалось что виза нужна и очень много людей с этой истории попала очень серьезно потому что купили билеты были там через неделю через две а визита нету а сделать уже невозможно так что иметь это ввиду все эти нюансы над заранее кажется просчитывать ну в общем друзья наверное ответил на этот вопрос еще раз всех поздравляю уже со стартом прямых рейсов на хайнань думаю они скоро будут увеличиваться знаю знаю что сейчас многие с дальнего востока ожидают владивосток хабаровске сибири все хотят прямых рейсов там из иркутска потому что лететь до азии ближе раньше это все было сейчас вообще выбора практически нет там кроме таиланда и все поэтому я думаю что все поставит еще так быстро нужно обкатать один кажется город потом 2 потом 3 плюс там есть свои моменты по плане субсидии до рейсы китайцы субсидирует поэтому я думаю эти вопросы по мере их решения будут соответственно появляться новые открытые города раз историю запустили значит она будет дальше потихоньку развиваться еще раз друзья спасибо за просмотр обращайтесь пишите ватсап ниже под видео сайт georgiev.travel тоже под видео новые интересные выпуски практически каждую неделю у меня еще очень много от снятых выпусков они скоро будут потихонечку выходить на канал так что смотрите подписывайтесь обращайтесь самое главное смотрите мои следующие выпуски напомню дадумхай большая прогулка елумбэй большая хайтанбэй и еще несколько выпусков с китая но не только китай на канале увидимся друзья с вами был павел георгиев видео блог онлайн турагентства georgiev travel пока и